Так, рука Кремля. Присла нам сообщение с покрытием комиссии. Спасибо. Вопрос Юрию. Перешел по его совету с напитков типа вина, коньяка, виски на водку. Один из плюсов, который сразу отметил, существенная экономия до 1000 рублей. Ну это да, это не... Да, если водку много, ты ее не выпьешь, как бы. А как и косеешь, уже и не особо надо догоняться. Да, экономия налицо. Так а подводные камни? До 1000 рублей за 0,7 вместо 5000. В случае того же Глент Фидича или... Чё это ты за водку такую пьешь, 1000 рублей за 0,7, братан? Ну, дорогую хорошую водку пьет. Ты абсолютно там хуйня что ли? Или ты как это, блядь, ебда? Такую водку-то ебать, ты... Да уж тогда проще вискарь какая-то, экономия-то ебать. Вопрос. Какая оптимальная... А чё ты за вискарь такой пил по 5000 за 0,7? Ебать. Вдовы Клико. Вдову Клико он пил. Но это вино, да. Я бы эту самую вдову хоть раком поставил, если бы у меня... Возможность была за 5000 напитки пить, блядь, просто так. Ну, это мои донатеры шлют, у них есть деньги. Вопрос. Какая оптимальная доза водки, по его мнению, за сытным ужином с мясом? Я бы сказал, если ты не хочешь вот быть прям пьяным, и ужин достаточно сытный, и ты пьешь, например, с корешем, а не с девушкой, что было бы странно, да? Потом у меня гипотеза взвелся, и я забил. По чекущей. Вот по 250 нарыло нормально. Если хочешь более экстремальную, то 0,7 напополам. Ну, как бы, чтобы... Я бы снизил дозу до одной рюмки. Чтобы праздник не превращался в мордобой, блядь, блевотню и так далее. Да, я бы снизил дозу до одной рюмки, чтобы не противоречить культуре употребления алкогольных напитков. Ну, по одной рюмке, но 0,7 на двоих. Нет. Правильно, он говорит, до одной рюмки, а потом еще до одной, еще... Нет, нет, в общей сложности одна рюмка. Пока 0,7 не кончится. А если вдруг, как бы, не... Можно и за второй, но уже вторую лучше 0,5. Вторую 0,7 это уже мазохизм. Юра, Юра, Юра матерый алкоголик. Это как большие, но по три, но маленькие, но по пять, только такая хардкорная версия, типа. А как я возьму 2,07? 2,07 мне завтра на работу, никак. Ну и 1,07 не возьмешь, а ты что, это ж так пощекотать, блядь, вот. 0,7 и 0,5, а он мне говорит, ты че не взял 2,07, а я говорю, мне на работу. Ну вот как-то так вот, типа, ранний жванец. Да, но это был не Жванецкий, это был Карцев, у которого настоящая фамилия Кац. Так писал ты ему Жванецкий, Карцев, че сам писал-то? Может быть, я не знаю, кстати, кто им писал. Он просто еврей был с мордой известный и читал все с этим акцентом, блядь, одесским. Ну там все-все, большая часть юмористов, они были евреи. Ну если призадуматься, да, Райкин и это, хрен знает почему, типа, смешные они. Ну потому что это лучше, чем на завод идти работать. Но с другой стороны, среди революционеров 17-го года было много евреев. Пассионарность. Пассионарность. Повсюду эти пассионарии. Все по Гумилеву. А я недавно читал, кстати, про Хованщину. Про то, как был Хованский, который там в Москве... О, предков моих трогаешь. Курались. Копаешь под меня, гад. А это действительно твой предок? Да кто ж знает-то, чувак, как это, блядь, ёпт, проследить-то. У него была кличка Пустамеля. Я как-то нашел смешной сайт, где был написан, типа, что-то 30 тысяч рублей, и мы вообще, нахуй, раскопаем, блядь, кем вы были. И там примеры, и типа, только пиздатые всякие потомки князей этих, блядь. То есть, никто не хочет заплатить 30 тысяч рублей, а оказаться потомком конюхов, блядь, каких-нибудь, которые говно, тысячелетиями, блядь, гребли, нахуй. Поэтому, это все развод. Как его, блядь, узнать? У меня... Мы ограничены только информацией, которая есть у наших бабушек, там, максимум прабабушек. Не, ну есть же архивы, есть церковные книги всякие, куда записывать. Да кто и какие архивы, блядь, ёпт, и что там записывали, блядь, ёпт. Всех людей, кто кому родственник, блядь. Их все половину выкинули, а половину она в музеях лежит, её даже посмотреть не дадут. Ну, в ряде случаев можно установить действительно происхождение. Есть, да, действительно, определённый бизнес в этой области. Да, бизнес, когда ты просто хуйню придумываешь человеку за 30 тысяч рублей. Вот ты мне принесёшь тридцатку, я такой, Сармат, эта фамилия происходит от князей Сарматовых. Князья Сарматовые мирно и справедливо правили, блядь, своим имением. Пытались построить там меритократию. В речи Посполитой. Да, да, единственное, что... В период хавки и золотой вольности. Под конец главный Сарматов немного поехал, начал штаны гадить и пить мочу, блядь, ёпта. Когда уже очень старый стал, как бы, блядь, но... В целом... Это князь Ницкий. Почтенная династия, лучшие люди, вот мы вам герб нарисовали, а чё бы за 30 тысяч не нарисовать? Вот у вас тут орёл и меч, блядь, символизирует, что вы добрый, грозный, блядь, и... И шорты. И шорты, да, блядь, с говном. А княгиню Сарматову захватили вообще, блядь, ёпта, у татар-монголы. Татар-монголы, да, увезли. Ты сиплый, потому что ты орал на стендапе. Да, у меня голос пропал немножко, но я решил, похуй, уж буду добивать его на стене Сарматов. Мы можем обсудить твой стендап, кстати, я посмотрел. Как тебе? Тебе понравилось? Мне понравилась экспрессия, но я не понял шуток в том смысле, что я не знаю половину. Дай угадаю, потому что ты не знаешь, кто такой Поперечный, и ты не смотрел. Нет, Поперечный я уже знаю, что это, типа, комик какой-то, но там про каких-то других было персонажей, которых я не всех знаю. Ох, понятно, всё с тобой, я же как обычно. Слишком много локальных мемов. А кто такой этот Саша Спилберг? Это что, сын режиссёра Спилберга, а? Нет, это дочка, что ли, или типа того. Да, 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 ты прекрасно знаешь, кто это. Я это просто потому что... Я знаю теперь, как она выглядит, но я не знаю, блядь, чья она дочка, на самом деле, и почему... Кого я там упомянул из того, кого ты не знаешь? Гусейна Гасанова ты не знаешь? Да, я не знаю, кто это. Ну, понятно. А ещё, стоп, ещё какой-то был там шутка про красный гелик кровавый, я тоже не знаю. Так это и есть Гусейн Гасанов. А, это и есть Гусейн Гасанов. Ну, блядь, хуй знает, кто это. Блогер, наверное, какой-то, или рэпер? Учёный, нобелевский лауреат, блядь, обладатель премии мира, блядь, заслуженный, ему, между прочим, 87 лет, а ты над ним издеваешься. Гусейн Гасанов, вот. Гусейн Гасанов. С ним ещё сам Королёв, блядь, бухал, когда ракету, блядь, запускал. А-а-а, так, Гусейн Гасанов, российский блогер. Он тогда пиздюком был ещё, а Королёв ему говорил, эх, Гусейн, Гусейн, мы, говорит, когда-нибудь сделаем ракету в форме Гелендвагена и всех вас, говорит, отправим на Луну, блядь. Гусейн боялся очень сильно тогда, но... Ну, в общем, написано, что это блогер и предприниматель. Какое точное, блядь, определение. Блогер-предприниматель, охуеть, прямо исчерпывающее. Ну, наверное, это какой-то знаменитый чувак, типа, но я не знаю, я как бы хуй знает, кто это.